4 октября 1957 года началась космическая эра в истории человечества. Ракета, стартовавшая с космодрома Байконур, достигла первой космической скорости и вывела на орбиту вокруг Земли первый в мире искусственный спутник. Добро пожаловать на канал Парадоксы, сегодня мы поговорим о космических миссиях, которые изменили наше представление о Солнечной системе. Луна-9 Первопроходцем по поверхности Луны стала советская межпланетная станция Луна-9, которая 3 февраля 1966 года смогла осуществить первую в истории мягкую посадку на поверхность единственного спутника Земли. Более того, успешно доставив на лунный грунт автоматическую лунную станцию АЛС, Луна-9 стала первым аппаратом, осуществившим посадку на небесное тело, не являющейся Землей. В течение 7 сеансов связи общей продолжительностью более 8 часов АЛС передала на Землю первое изображение Луны прямо с ее поверхности. На передачу одного панорамного снимка тогда требовалось целых 100 минут. Луна-9 сделала свой вклад и в науку. В частности, благодаря полученным снимкам была подтверждена метеорно-шлаковая теория строения лунной поверхности. Венера-7. Первым космическим аппаратом, который смог совершить мягкую посадку на поверхность другой планеты, а именно Венеры, стала советская автоматическая межпланетная станция Венера-7. Это случилось 15 декабря 1970 года. После входа в атмосферу планеты АМС передавала данные 53 минуты, включая 20 минут, в течение которых станция была активна уже на поверхности Венеры. Благодаря полученным данным, советским ученым удалось выяснить, как менялась температура атмосферы в зависимости от высоты аппарата – от 25 градусов по Цельсию до примерно 475 на поверхности. Также удалось узнать об атмосферном давлении на поверхности Венеры – приблизительно 92 раза выше, чем на Земле. Стоит отметить, что первые снимки венерианской поверхности были сделаны позже, однако в рамках той же советской программы Венеры. Первым фотографом на Венере стала АМС Венера-9, а первое цветное изображение и первые звуки на другой планете были получены с помощью еще одной межпланетной станции Венера-13. Программа Викинг. В 1975 году в рамках программы Викинг США с небольшим интервалом отправили к Марсу два аппарата. Викинг-1, как и Викинг-2, состоял из орбитального испускаемого модулей. Посадочные аппараты имели широкий набор научных инструментов для исследования марсианской почвы и атмосферы, который должен был позволить Викингам ответить на один из самых главных вопросов – есть ли жизнь на Марсе. 20 июля 1976 года Викинг-1 стал первым в истории космическим аппаратом, которому удалось совершить успешную посадку на поверхность Марса. В сентябре на Красную планету приземлился и Викинг-2. Правда, не столь успешно. Его двигатели выжгли марсианский грунт, который он должен был изучать. Оба Викинга тут же передали на Землю завораживающей панорамой инопланетной местности, в которой очутились. В последние годы викинги провели множество научных экспериментов, а также передали на Землю бесчисленные снимки марсианской поверхности. В частности, был исследован состав почвы, обнаружено изобилие железа и кремния, а также наличие сульфатов. Поиски биологических образцов, впрочем, успехом так и не увенчались. Викинг-1 проработал значительно дольше запланированного и вышел из строя лишь в 1982 году, и то по ошибке сотрудника НАСА, действия которого случайно привели к потере связи с аппаратом без возможности ее восстановления. Викинг-2 проработал на поверхности Красной планеты до 1980 года. Мессенджер Меркурий традиционно занимал невысокое положение в приоритетах космических держав. За всю историю космонавтики не было ни одной посадки на его поверхность, а целенаправленно для его изучения направлялось лишь два аппарата, и оба под эгидой НАСА. Миссия второго из них, аппаратом Мессенджер, который в марте 2011 года стал первым в истории аппаратом, вышедшим на орбиту Меркурия, оказалась особенно плодотворной. Опираясь на данные, полученные аппаратом Маринер-10 о Меркурии, Мессенджер в 2008-2009 годах совершил три полета мимо планеты, а затем вышел на ее орбиту. В результате исследований, проведенных Мессенджером, было получено множество ценных научных данных. К примеру, тысячи качественных снимков меркурианской поверхности позволили составить подробную 3D-карту планеты. Научная аппаратура АМС, к большому удивлению ученых, обнаружила на полюсах самой близкой к Солнцу планеты лед и вечной тени полярных кратеров. В конце 2014 года на Мессенджере закончилось топливо, что сделало невозможной коррекцию орбиты. Постепенно искусственный спутник стал смещаться все ниже к поверхности Меркурия, и 30 апреля 2015 года Мессенджер завершил свою миссию, разбившись о поверхность планеты. Вояджер Трудно назвать более плодотворную межпланетную миссию, чем американская программа Вояджер. Два аппарата Вояджер-1 и Вояджер-2 были запущены к Юпитеру и Сатурну в 1977 году, и с тех пор успели стать первопроходцами во множестве областей. В частности, Вояджер-1 был первым аппаратом, которому удалось сделать детальные снимки спутников Юпитера и Сатурна, а Вояджеру-2 удалось близко подлететь к Европе и Ганимеду, крупным спутникам Юпитера, из так называемой Галилеевой группы. Благодаря данным, полученным аппаратам, была выдвинута гипотеза о наличии под ледяной коркой спутников жидких океанов, что стало своего рода революцией. Также Вояджер-2 является первой и пока что единственной межпланетной станции, которой удалось достичь Урана и Нептуна. В ходе пролета мимо этих планет аппарат сделал и передал на Землю тысячи снимков. У Урана Вояджер-2 открыл 11 новых спутников, а на спутнике Нептуна Тритони обнаружил функционирующие гейзеры, что очень удивило ученых. Но даже этим успехи Вояджеров не ограничиваются. После изучения планеты аппараты отправились еще дальше, к границам Солнечной системы. Вояджер-1 к тому времени стал самым быстрым искусственным объектом, запущенным с Земли. Также он стал первым рукотворным объектом, который достиг межзвездной среды, то есть буквально покинул Солнечную систему, что позволило определить все еще работающее оборудование на его борту. Галилео Целью миссии Галилео, запущенной НАСА в 1989 году, было изучение Юпитера и его спутников. Аппарат справился с этим блестяще, выполняв все запланированные исследования. Галилео стал первым аппаратом, вышедшим на орбиту Юпитера. Во многочисленные снимки юпитерианских спутников Галилеевой группы, сделанные АМС, позволили подтвердить гипотезу о наличии у них, в частности у Европы, подлёдных океанов. В 1995 году Галилео отправил в атмосферу Юпитера свой спускаемый модуль. К удивлению ученых, атмосфера планеты оказалась не столь плотной, как считалось ранее. И модуль смог углубиться в неё на 130 километров, передав на Землю первые данные о температуре и давлении во внешних и более глубоких областях газового гиганта. В 2003 году программа Галилео завершилась, и орбитальный модуль также отправили в беспощадную атмосферу Юпитера, где он и сгорел. Кассини. Миссия Кассини-Гюгенс была призвана покорить систему Сатурна, в частности изучить спутники газового гиганта и его кольца. Безусловно, запущенная в 1997 году АМС справилась со всеми поставленными задачами. Орбитальный модуль станции Кассини сделал тысячи потрясающих снимков Сатурна, Юпитера и их бесчисленных спутников, очень многое рассказавших нам о внешней Солнечной системе. Среди ценных научных открытий, вроде обнаружения новых спутников Сатурна, особенно выделяются исследования Титана. Кассини удалось разглядеть в плотной атмосфере крупнейшего спутника Сатурна, настоящие метановые и этановые озера, одно из которых достигает размеров Каспийского моря. Это, естественно, первый случай обнаружения поверхностных озер в Солнечной системе вне Земли. Также Кассини удалось обнаружить несколько крупных планетарных ураганов на Сатурне, стать первым космическим аппаратом в истории, который смог выйти на орбиту Сатурна и многое другое. Миссия аппарата продлевалась два раза в 2008 и 2010 годах. Последняя фаза жизни аппарата, получившая имя «Большой финал», началась 26 апреля 2017 года. Кассини совершит 22 пролета между Сатурном и его внутренним кольцом, которые позволяют астрономам взглянуть на Сатурн и его спутники с новых ракурсов. В конце миссии, 15 сентября 2017 года, Кассини планируется погрузить в атмосферу Сатурна. Аппарат будет собирать и передавать данные до самого своего конца, что позволит ученым получить уникальную информацию о структуре и физических свойствах слоев его атмосферы. Спускаемый аппарат Гюйгенс, запущенный вместе с орбитальным модулем Кассини, заслуживает отдельного пункта. 14 января 2005 года отделившийся от Кассини Гюйгенс вошел в атмосферу Титана и совершил успешную посадку на его поверхность. Модуль не только стал первым аппаратом, приземлившимся на Титане, но и первым, который смог приземлиться на крупное небесное тело во внешней солнечной системе. Во время спуска Гюйгенс отбирал пробы атмосферы. Скорость ветра при этом на высоте от 9 до 16 км составила приблизительно 26 км в час. Бортовые приборы обнаружили плотную метановую дымку, ярусы облаков на высоте 18-19 км. Внешняя температура в начале спуска составляла минус 202 градуса по Цельсию, в то время как на поверхности Титана оказалась немного выше, минус 179 градусов. Снимки, сделанные в ходе спуска, показали сложный рельеф со следами действия жидкости, руслами рек и резким контрастом между светлыми и темными участками, береговой линией. Однако темный участок, на который спустился Гюйгенс, оказался твердым. На снимках, полученных с поверхности, видны камни округлой формы размером до 15 см, несущие следы воздействия жидкости, галька. А с помощью внешнего микрофона удалось сделать уникальную запись звука ветра на Титане. На этом все, друзья. Надеюсь, вам было интересно. Если это действительно так, не поленитесь поддержать нас лайком и сделать репост этого видео. Субтитры создавал DimaTorzok